Коллеги, добрый день! На связи BI Consult. Меня зовут Алексей, и сегодня мы поговорим о том, как начать работу в Power BI. Итак, для начала необходимо определиться с вашей бизнес-ролью. В идеологии Power BI существует две основных роли. Первая – на просмотр дашбортов, вторая – на их создание и разработку. Если вам необходимо только просматривать отчеты, то сразу переходите ко второму разделу видео. Если же вы собираетесь их разрабатывать, то вам нужен Power BI Desktop. Для его установки и последующего использования не потребуется лицензия, однако вам будет нужен компьютер на Windows 8.1 или выше. К сожалению, на компьютерах с macOS или Linux запустить среду разработки Power BI вы сможете только через виртуализацию. Для комфортной работы компьютер должен обладать SSD-диском от 8 ГБ оперативной памяти и процессором среднего ценового сегмента. Также рекомендую использовать монитор с диагональю от 24 дюймов с хорошим разрешением и цветопередачей. Перейдем к установке программы. Программу можно установить, скачав в дистрибутив посылки на официальном сайте или из магазина Microsoft. Настоятельно рекомендую второй вариант, так как программа будет автоматически обновляться и не потребует прав администратора при установке. Однако, если у вас в компании используется Report Server, то вам придется воспользоваться официальным сайтом, поэтому сегодня мы рассмотрим оба варианта. Итак, начнем с установки программы из магазина Microsoft. Для этого откройте магазин из меню «Пуск». На домашнем экране магазина, в верхней его части, найдем полоску поиска, введем туда Power BI и выберем нужное нам приложение Power BI Desktop. На домашнем экране приложения мы видим синюю кнопочку «Установить». Если вы скачиваете приложение в первый раз, то у вас здесь будет кнопка «Получить». При нажатии на нее откроется окно ввода логина и пароля. Вы можете как вводить свои учетные данные, так и просто закрыть окно «Установка продолжится». При нажатии на кнопку нужно просто подождать пару минут, пока приложение скачается. После того, как приложение скачалось и установилось, мы можем нажать кнопку «Открыть», и перед нами откроется полностью работоспособное приложение, которое скачалось и установилось без прав администратора. Также оно автоматически будет обновляться на новые версии. Как видите, мы можем уже приступить к созданию наших отчетов. А теперь давайте скачаем Power BI Desktop через официальный сайт. Первое, что нам нужно сделать, это перейти на официальный сайт Power BI. В верхней части окна, в меню «Продукты» выбираем Power BI Desktop. В открывшейся вкладке нам нужно выбрать некрасивую кнопку «Скачать бесплатно», а второй вариант гиперссылки «Посмотреть варианты скачивания». Нажимаем на гиперссылку, открывается центр загрузок Microsoft. Базово он на английском языке. Для того, чтобы это изменить, нужно перейти в нижнюю часть сайта, выбрать язык «Русский» и дождаться обновления страницы. После этого нажимаем кнопку «Скачать» и выбираем 64-битную версию программы. Почему 64-бита? Потому что версии на 32 вам не хватит для больших моделей. Ограничение в 3,5 гигабайта оперативной памяти довольно значительно замедляет модель. Скачаем дистрибутив и зовем своего администратора для его установки. А если вам необходимо установить Power BI Desktop для репорт-сервера, то нам нужно перейти на сайт Microsoft. В меню «Продукты» выбрать не Power BI Desktop, а сервер отчетов Power BI. В открывшейся вкладке нам опять нужна не красивая кнопка «Скачать бесплатную пробную версию», а дополнительные параметры скачивания. После того, как мы нажали на гиперссылку, у нас открывается центр загрузок Microsoft. Для того, чтобы скачать русскую версию программы, нам нужно в меню выбора языка выбрать «Русский язык». После того, как страница обновится, нажать кнопку «Скачать». И вот здесь очень важно – не скачайте Power BI Report сервер. Вам нужен Power BI Desktop для 64-битных машин. Нажимаем галочку «Next» и зовем администратора для установки. После того, как мы разобрались, как создавать отчеты, давайте перейдем к их просмотру. Сразу определимся, что просмотр отчетов Power BI – это просмотр отчетов через Power BI Service. Попасть в него можно через браузер или через приложение, как мобильные, так и декстопные. Чтобы попасть в него через браузер, нам необходимо зайти на портал Microsoft. Ввести свой логин и пароль. Откроется портал Power BI. После выбрать «Мне предоставлен доступ» и насладаться отчетами, с которыми с вами поделились. Если же вы хотите просматривать отчеты Power BI через приложения, вам необходимо их скачать с основных магазинов. Это Windows Store, Google Play и App Store. Важно упомянуть, что все эти приложения абсолютно бесплатные. Единственное, что вам потребуется – это ваш логин и пароль. Коллеги, большое вам спасибо за просмотр. Если у вас остались вопросы по тому, как начать работу в Power BI, обращайтесь в команду BI Consult. Будем рады вам помочь.